Красота, комфорт и эстетика. Такой уют в городе, как оказалось, нравится далеко не всем. Например, в 13-м микрорайоне под горячую руку таких нерадивых жителей попались смешарики, а в начале марта пострадала и тёплая остановка возле седьмой школы. Я к вандализму отношусь очень отрицательно, потому что живу в этом городе очень давно и видела постепенно, как город образовывался и что вкладывали в него главы города и сами жители. И поэтому очень жаль, что некоторые дети, а также их родители не смотрят за этим, что происходит. Плохо отношусь, конечно. Люди-то для народа делают, наша администрация. Всё, а тут это вандализм, конечно, плохо. Плохо и то, что в основном таким хулиганством занимаются юные губкинцы. А далеко не детских шалостей, городское имущество часто приходит в негодность. Больше всех достается тёплым остановочным комплексом. Дети у нас продолжают совершать такие поступки, портят чужое имущество, уничтожают чужое имущество, в том числе и остановочные комплексы. И есть такая мера ответственности за уничтожение или повреждение чужого имущества. Это административная ответственность и даже уголовная ответственность. То есть в зависимости от причинённого ущерба. В каждом остановочном комплексе находятся камеры видеонаблюдения, поэтому найти правонарушителей труда не составляет. Но даже это зоркое око не смущает маленьких нарушителей. «Совершившим противоправные деяния, в том числе и в общественных местах, а именно порчу чужого имущества, грозит наложение штрафа, предусмотренного статьей 7.17 Кодекса об административных правонарушениях». По закону штраф за хулиганство юных правонарушителей ляжет на плечи их родителей. Алла Ислаева, Никита Мещенко, Новости Губкинского.